Здравствуйте, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня я вам расскажу о нашем новом проекте. Это квартира 162 квадратных метра в ЖК Русский дом, очень красивый дом в центре Санкт-Петербурга. К нам обратился представитель заказчика, которому посоветовали нашу компанию некие строители. И после просмотров наших работ на канале YouTube он убедился в том, что необходимо заказать проект именно в компании New Interior. Начну с вариантов планировочных решений. Вариант один. Входную группу мы отделили от всех остальных зон. Здесь платяные шкафы, далее мы проходим в общую зону кухни, столовой и гостиной. На самом деле клиенты хотели еще барную стойку, но в этом варианте мы решили предложить без нее. Через этот коридор мы попадаем в спальню хозяйскую, хозяйки квартиры. И здесь мы разместили большой гардероб и к нему, так сказать, установили кровать. Отсюда же мы попадаем в спальню дочери младшей и старшего сына. В коридоре есть две двери, одна из которых ведет в гостевой санузел с душевой кабиной и в помещение постирочной хозблока. Главная ванная с двумя раковинами, унитазом, ну каким-то там шкафчиком для мелочей и большой гидромассажной ванной. Но хозяйка хотела круглую, мы ее в последующих планировках сделали. Следующий вариант отличается от первого. В частности, мы не стали отделять зону прихожей. И вход в гостевой санузел сделали из этого узкого коридора, который проходит насквозь через вход в гостиную. В гостиной иначе расположили кухню. В гостевом санузле по-прежнему есть большая зона душевой. Есть вот некий такой элемент, где мы можем расположить всевозможные... Вот прораб захотел здесь установить всевозможные щитки, там кондиционер и прочее. Шкаф плотяной. Вход в спальню. И спальня выглядит иначе. Мы расположили кровать напротив симметрично расположенных встроенных двух шкафов и комода. Спальня дочери тоже видоизменилась. И здесь напротив кровати большой плотяной шкаф, чтобы молодая девочка могла разместить много своей одежды. Рабочий стол стоит напротив окна. Многие из вас скажут, что это неудобно, но учитывая, что в Санкт-Петербурге, как правило, темное время суток, и освещение, в принципе, для работы, для учебы с помощью электрического освещения. Такой вариант поэтому возможен. И я считаю, что нет необходимости обязательно возле окна. Там по всем правилам, как нас учили в 60-е. В ванной комнате по-прежнему большая гидромассажная ванна, но она вальная. Раковину мы расположили напротив входной двери. В части спальной зоны мальчика старшего здесь есть гардероб, который больше, чем на предыдущем варианте. И также, получается, рабочее место мы разместили напротив окон, но не возле окон. Опять же повторюсь, это, в принципе, тоже возможно, учитывая, в какое время ребята делают домашние задания. Следующий вариант отличается. И здесь мы при входе разместили достаточно большое количество платяных шкафов, гардеробных. И не отделяли, то есть дверью не отделяли зону прихожей от гостиной зоны, но как бы визуально входящие видят шкаф с раздвижными дверцами и не видят, что происходит в основной зоне. Здесь мы уже по просьбе хозяйки разместили и барную стойку, и стол, и здесь же гостиная. Но кухня получилась небольшая, потому что мы сделали вход в спальню мальчика через гостиную. При этом мы увеличили зону гардероба. Что касается гостевого санузла, он по-прежнему получился большой вход из прилегающей территории к гостиной, большой хозблок, и здесь мы уже разместили большую круглую ванну, которую хозяйка увидела, отдыхая, кажется, на Мальдивах, ну где-то в теплых странах за границей. Две раковины мы расположили напротив входной двери, и унитаз слегка смещен, чтобы входящие в ванную комнату не упирали сразу в унитаз. Большинство из архитекторов старается использовать такой прием, чтобы парадная зона с раковинами была напротив входной двери, а унитаз слегка спрятан. Что касается спальни хозяйки, здесь мы разместили шкафы возле входной двери, входной в спальню, и получилось само помещение таким продолговатым. Детская комната девочки, здесь мы разместили напротив кровати рабочую зону, небольшой гардероб с витражным остеклением, и еще дополнительно шкафчик, ведь у молодой девочки всегда много нарядов, у молодой маленькой принцессы. Здесь кардинально другое решение, планировочное. Отделяем зону входную, в центре помещения устанавливаем гардеробную зону, она проходная, то есть вместо коридора здесь вот еще есть шкафы, и мы через этот гардероб проходим, попадаем в спальню девочки, где справа и слева от рабочего стола находятся плотяные шкафы, напротив кровать. И в зону мальчика, где небольшой уже гардероб, и рабочее место тоже находится напротив кровати, с тем самым правильным освещением. Напротив вот этого коридорчика гардеробной находится ванная комната, по-прежнему с двумя раковинами, и небольшой гидромассажной ванной. И еще есть некая кладовая, либо как гардероб можно использовать. Что касается общей зоны, где находится кухня, барная стойка, здесь же мы сделали диван, телевизор можно поставить вот в этой части, либо вот там, где мы расположили, чуть-чуть сбоку. И столовая зона несколько удалена от кухни, чтобы завтракать, например, на барной стойке, а если собирается семья для каких-то праздников, уже можно здесь разместиться. И опять же вход через вот эту гостиную, кухню, в зону коридора, откуда можно попасть в одну спальню и в другую детей. Следующий вариант. Следующий вариант на самом деле уже согласованный. И что здесь у нас получилось? Мы сделали, мы холл не отделяем, вы на визуализациях увидите, что мы отделяем его с помощью неких декоративных приемов, с помощью отделочных материалов. Но на самом деле при входе мы видим два плотиных шкафа, пуфик и зеркало. Через холл мы можем попасть в большую зону кухни, столовой, гостиной. Барную стойку клиентка обязательно в порядке попросила установить. Она увидела где-то в экспозиции очень красивую барную стойку со стеклянными светящимися шкафчиками. Мы так ее и отобразили. Здесь же большой стол для таких уже семейных торжеств. И диван с телевизором. Через второй коридор, который вы увидите на визуализациях, мы попадаем в приватные зоны детей. Спальня девочки с большим плотиным шкафом и столиком, расположенным удаленно от окна. Спальня мальчика, старшего сына, с достаточно вместительным гардеробом и столиком для работ на компьютере возле окна. Большая ванная комната с большой гидромассажной ванной. Единственное только, что в данном случае нам не удалось спрятать унитаз куда-то в сторону, потому что здесь канализационный стояк. И получается, что заходим и видим унитаз, но унитаз может быть тоже очень красивым и произведением искусства. Две раковины в обязательном порядке. Здесь мы сделали постирочную. Она просторная, удобная. Здесь можно разместить и стиральную, и сушильную машину. И даже все возможные предложения для глажки белья. В общем, все удобно. Вот эта зона за раздвижными дверцами как раз для расположения всевозможного технического оборудования. Шкаф платяной дополнительный при входе, потому что если сразу одежда не помещается в этих частях, то можно еще дополнительно сезонную одежду, какие-то дополнительные куртки, шубы вешать в этой части, чтобы не уходить далеко в свои собственные гардеробы. И гостевой санузел с большой душевой кабиной. Здесь персонально будет выполнено. Сейчас я вам покажу визуализации. На самом деле, на удивление, несмотря на то, что квартира большая и заказчица очень требовательная, все визуализации согласовывались практически с первого раза. Только когда речь пошла о спальне, нам пришлось сделать пару вариантов. Все предыдущие варианты нравились заказчице сразу. Перед вами кухня. Для того, чтобы сделать правильный подбор и визуализации, которые могут понравиться заказчице, мы встретились с ней в салоне мебели и стали выбирать кухню. Перелистав много каталогов, она остановилась на одной модели, которая полностью соответствовала ее пожеланиям. Эта модель перед вами на экране. То есть захотелось сделать некий такой дворцовый стиль с сочетанием, скажем, лакшери. Кухню мы прорабатывали достаточно большую. То есть до этого я вам показала витрины. В этой части два холодильника и бытовые приборы. Там проварка, духовка. Мы выделили зону над варочной поверхностью с вытяжкой и сделали декор потолка с лепниной. Мы проговорили, что лепнину хотелось бы. В одной из экспозиций клиентка увидела очень симпатичный остров со светящимися витринами. И эти витрины появились у нас в проекте. Я на самом деле не сторонница делать и остров, и столовую зону, но заказчица хотела, чтобы был и остров, и стол большой. Потому что у нее достаточно активная жизнь, и ей нравятся, скажем, завтрак, какие-то перекусы в зоне барной стойки. А за столом уже садиться, может быть, какими-то вечерами или праздновать какие-то, скажем, домашние праздники за столом. И вот витрины, видите, здесь на первом плане, точнее, не витрины, а витрины, а такие стеклышки у барной стойки. Отсюда мы видим, опять же, за барной зоной композицию из высоких пеналов. Это такие кухонные шкафы, в которых встраивается бытовая техника, в данном случае два холодильника и белые приборы. И здесь находится мойка, варочная поверхность, разные виды. Обязательно мы включили здесь верхние шкафчики со стеклом, с подсветкой. Это смотрится очень нарядно. Ну и, конечно же, буфет. Она сказала, я даже самую нарядную посуду использую в постоянном обиходе, но хочу, чтобы она красиво украшала мой интерьер. Что касается русского дома, здесь очень красивые окна, вот такие арочные, это сложные окна, но они придают шарм интерьеру. Ну и обязательным условием было использование радиаторов, чугунных немецкого производителя. Мы поставили понравившийся ей диван в центре помещения, согласно планировочному решению, и положили ковер с таким геометрическим рисунком, который фиксирует зону гостиной. Напротив дивана стоит комод американского производителя, над ним большой телевизор. Мы долго думали, каким образом нам организовать эту зону, пробовали повесить бра, и впоследствии мы нашли очень красивые, в том же дизайне, похожем, как люстра над столом, вот такие торшеры. И композиция сложилась. Долго думали о том, каким образом, какие цвета использовать. Бежевые многим клиентам нравятся, и нам казалось, что это удачно впишется в этот интерьер. Но захотелось разбавить немножечко голубым цветом, поэтому голубой цвет появился в подушках на диване, и, например, в шторах и ковре. Разные виды показывают вид интерьера в разных условиях. Фронтальный вид всегда выигрышно смотрится. Стены мы украсили с помощью молдингов. По первоначальным переговорам это запланирована гипсовая лепнина, которую мы часто используем в проектах. И, например, вы можете увидеть, как производятся вот эти, скажем, тяги гипсовые. Если посмотрите в рубрике «От ремонта до новоселья», проект «Квартира на Крестовском Делюкс». Хотя есть варианты, когда готовые уже вот эти молдинги привозят. В этой части картинки мы видим вид на холл, который мы тоже сформировали с помощью молдингов. Как я уже и говорила, все визуализации были приняты на ура с первого раза. Гостиную, кухню, столовую согласовали сразу. А что касается холла, он тоже согласован сразу. Мы здесь решили использовать двери. Здесь вторая входная дверь по индивидуальному рисунку с золочением. Поскольку, как вы помните, по планировочному решению здесь узкий длинный коридор, мы его разбить решили на несколько частей. Зафиксировали центральную часть с помощью такой вот, называют это, розоветров. Это из натурального камня, отделка пола. В верхней части мы повесили большую красивую хрустальную люстру, потолочный светильник. Здесь вы видите зеркало, и вот в ту часть проходит коридор, который ведет в спальные зоны хозяйки квартиры и ее детей. Когда мы заходим в квартиру, мы видим частично богато декорированный интерьер гостиной и холл, разбитый на различные молдинги. Если вы обратите внимание, у нас проработаны все детали и визуализации зачастую похожи на фотографии. Многие из вас спрашивают, где сделаны эти фотографии, как и прочее. Нет, это визуализация у нас очень хорошего уровня, специалисты работают. И вот если даже я попробую увеличить, вот такие узлы касаемо разработки молдингов, как их делать. Даже на визуализации мы эти детали показали. А в принципе, варианты решений я показывала в своем видео под названием «Квартира для клиентов из Нового Уренгоя». Там вы можете посмотреть готовый интерьер, где я указывала на эти детали. Этот кадр показывает решение по входной зоне, где размещены плотяные шкафы для верхней одежды, между ними консоль с зеркалом и подсветкой и пуфиком. Здесь вы можете бросить, ну или хозяева, скажем так, положить перчатки, сумочку и ключики от машины, от квартиры. А потом уже положить в специально подготовленные для этого места. В этой части мы видим часть плотяного шкафа и уже зону коридора, которую мы решили решить с помощью зеркальных дверец раздвижных. Если помните, там второй плотяной шкаф. И далее уже зона, в которой прораб решил расположить всевозможные приборы технические, как техническое помещение. Возможно, там будет вентиляция. По вентиляции специалиста мы вызвали, и вот сейчас он будет делать проект вентиляции, после чего мы будем выполнять чертежи. Таким образом выглядит вид на тот самый коридорчик, который ведет в комнату мамы, вот здесь белая дверь, далее в комнату дочери, и вот с этой стороны спальня мальчика. Ну и, собственно, там часть зоны мы решили сделать с отделкой из паркета, уже натуральный камень заканчивать, и вот эта дверь ведет в санузел. Что касается спальни мамы, нам пришлось поработать. На самом деле, мама выбрала кровать в экспозиции очень дорогого производителя, очень интересного, с фиолетовым изголовьем. Но мы решили попробовать предложить вариант с серым изголовьем, поскольку нам показалось, что фиолетовый цвет лучше будет смотреться в отделке. И на свой страх и риск. Ничего страшного, я подумала, что если даже это не согласуется, попробуем предложить. И вот такой вариант мы предложили. Серое изголовье, фиолетовые стены, отделка с такими медными молдингами, и за изголовьем зеркало с фацетом. Напротив шкафы. Тут у меня будут меняться картинки, они некоторые при дневном освещении, некоторые при вечернем. Стены выкрашены вот в этот такой фиолетовый оттенок. Шкафы с металлическими вставками и зеркало с фацетом. На самом деле, это не так много изготовителей может это сделать качественно, поэтому я даже спрашивала в одной из социальных сетей, кто может посоветовать качественных изготовителей. Вот кто будет это изготавливать, вы увидите потом. Так выглядит спальня при вечернем освещении. При дневном освещении вид на комод и телевизор. Вечернее освещение делает помещение более теплым, уютным. И обратите внимание, мы стали использовать еще предметы искусства в интерьере, в данном случае скульптура. Но картину попросили убрать и поставить в туалетный столик. В согласованном варианте вы видите самое главное требование хозяйки. Убрать картину и поставить тот самый туалетный столик, который она выбрала. Соответственно, при вот этом варианте, при тех габаритах, которые даны у производителя, нам пришлось дверной проем сместить. То есть первоначально он был симметрично расположен на стене. Сейчас мы его сместили. Ничего страшного в этом нет. Хочет хозяйка такое решение, мы его сделали. При вечернем освещении тоже вид на эту стену. И при дневном. Поскольку кровать стала фиолетового цвета, достаточно яркого, мы решили изменить, естественно, все, что касается стен. Стены стали в молочном оттенке. Или иногда говорят, что это топленое молоко. Тумбочки использовали ровно те, которые выбрала хозяйка. И за изголовьем по-прежнему есть зеркало. При разных видах освещения, так называемый театр света, спальня смотрится по-разному. И, естественно, производит то впечатление, которое она должна производить в жизни. И клиенту проще определиться, скажем так, со своими чувствами, нравится или не нравится. Скульптуру мы по-прежнему оставили в интерьере. На мой взгляд, она украшает. Ну и, естественно, есть вот такая кушетка, куда можно бросить подушки, покрывало. И небольшое кресло, на которое можно тоже положить халатик или присесть, с книжкой почитать. На мой взгляд, конечно, при таких площадях можно развернуться и создать интересные варианты интерьеров. Перед вами спальня девочки. На самом деле девочка еще подросток. И когда я выставила в Инстаграм, про который, я думаю, вы не забываете и смотрите регулярно, некоторые зрители написали комментарии, что же это за спальня девочки. Тут такие лиловые оттенки, люстра, как у 40-летней женщины. Ну, смотрите, на самом деле мы старались создать интерьер в общем стиле. Это, во-первых. Во-вторых, мебель уже тоже выбрана была хозяйкой. И, в-третьих, девочка, как и мальчик, имеет, так сказать, возможность расти. И пока мы создаем интерьер, совершенно не хочется попасть в какой-то интерьер с детскими игрушками. У меня очень много молодых заказчиц, которых спрашивают их мамы, папы, какой они хотят интерьер. И что-то никто не хочет. Там каких-то плюшевых мишек на стенках, каких-то там принцесс. То есть девочки в 14-15 лет хотят получить такой взрослый интерьер. Поэтому этот интерьер был принят сразу, с удовольствием. И он получился такой загадочный, на мой взгляд. Некоторые мне говорили, хорошо бы люстру заменить на другую. Нет, люстра тоже в том самом стиле, в котором полностью квартира. Я показываю фронтальный вид на кровать при разных освещениях. Напротив кровати шкафы платяные. Конечно же, мы используем по-прежнему искусство в интерьере. Молдинги и картины украшают стены. На самом деле, вы, наверное, смотрели видео про мой офис. И сейчас вы видите, что у меня достаточно такие резные барочные детали на стенах. Чаще всего для своих клиентов мы делаем более лаконичные интерьеры, без использования такой активной лепнины. Это наш такой питерский, наверное, стиль. Москвичам меньше нравится, любят побогаче, покудрявее. Но наши питерские клиенты принимают именно такие варианты дизайна. Перед вами гостевой санузел. Как вы помните, по планировке он достаточно узкий. И унитаз находится напротив входной двери. Тем не менее, мы сумели выделить большую зону душевой в гостевом санузле. И вот здесь раковина. Отделку мы решили предложить сделать из натурального камня. И пол, и стены. Но в крайнем случае, если по каким-то моментам бюджет не будет позволять, и, например, керамогранит вдруг по какой-то причине будет дешевле в целом, потому что, как правило, пока у меня работы дороже, сам материал дешевле, то мы можем использовать, например, широкоформатный керамогранит для отделки стен. Наверняка, если вы внимательно смотрели видео про мой офис, вы увидели, что у меня в душевой зоне такой керамогранит использован. Если вы не видели еще это видео, то обязательно посмотрите ссылку. Я оставлю для вас в описании. На полу тоже мы планируем, пока сейчас запланировано, что это будет все из камня вырезаться, выпиливаться по нашему рисунку. Но, в принципе, то же самое можно сделать из керамогранита, хотя, на мой взгляд, вот такой рисунок из керамогранита сделать сложнее. За унитазом над инсталляцией запланированы ниши, где можно положить полотенчики или какие-то книжки, потому что есть любители почитать в туалете. Особенно с советских времен некоторые к этому привыкли. И клиенты не стесняются мне об этом говорить. Иногда просят специально предусмотреть какую-то газетницу. В данном случае мы положили полотенчики, подсветили красиво за карнизной подсветкой. На потолке мы используем молдинги. И полотенцесушитель мы решили выбрать не в хроме, а в таком как бы золоте. Один из видов показывает, как у нас тут выглядит душевая. И раковина с мебелью для раковины в гостевом санузле. Мы ее сделали тоже достаточно торжественной, потому что это тот санузел, в который будут попадать гости. В разных видах подсветки при включенном свете, в данном случае с ночной подсветкой. Тут только бра и душевая зона подсвечиваются. Кстати, обратите внимание, что в данном проекте мы решили не использовать трап под плитку или под камень, а вот мы его используем с металлическим элементом. Что впоследствии заказано будет, вы увидите, конечно, позже. Потому что сейчас мы проработали визуализацию, и дальше будем более подробно обсуждать все с клиенткой. Перед вами спальня мальчика. Ее приняли клиенты сразу. На самом деле нам пришлось достаточно долго поработать. Мы прорабатывали детали, думали, каким образом вписать ту самую кровать, которую хозяйка увидела в экспозиции и хотела тут же купить. Здесь кровать с большими изголовьями. Это очень серьезный производитель. Но хозяйка увидела у своего сына такое решение. На самом деле мальчику она купила такую же еще одну квартиру, потому что мальчик 22 или 25 лет. И впоследствии я вам обязательно покажу видео. Мы разрабатываем интерьер квартиры тоже в русском доме для ее сына. Тем не менее, как многие родители считают, у каждого ребенка должно быть свое место в отчим доме. Для мальчика была сделана комната с кроватью, с гардеробной зоной и с рабочим столом. Ему нравятся современные интерьеры, поэтому попытались совместить современные детали с общей стилистикой интерьера. Поэтому здесь получилась слегка классическая люстра, те самые радиаторы, которые используются во всей квартире. Декоративное панно известного итальянского производителя украсило стену напротив кровати. Детально мы показываем зону рабочего стола. Сейчас в основном молодежь работает на компьютере, столик не требуется очень большой. Это нам, дизайнерам, требуются большие столы, чтобы разложить много вот этих всяких чертежей, чтобы их внимательно рассмотреть и вам, дорогие зрители, и дорогие клиенты, показать. Таким образом, вид на гардероб и входную дверь. Дверь везде одинаковая, их всё-таки имеет смысл в одном стиле использовать и ничего не менять. Как всегда, предмет искусства, картина украшает интерьер. Я очень рекомендую использовать этот приём, потому что это не только украшение интерьера, но и, в общем, серьёзные инвестиции, потому что правильно выбранный художник, он дорожает, поэтому, покупая картину, украшая свой интерьер, вы делаете его не только индивидуальным, не только персонализируете, но и монетизируете впоследствии. Перед вами главная ванная комната, как я говорила, с двумя раковинами. На самом деле здесь мы планируем использовать мебель не того самого известного итальянского производителя, которого наверняка многие из вас узнают. Дело в том, что размер этого проёма, он несколько меньше, и я думаю заказать, так сказать, на столярном производстве, на серьёзной нормальной российской фабрике, по индивидуальному рисунку, вот эту композицию. Здесь же вы видите при разном освещении эту зону, и сама ванна, круглая ванна, за ней влагостойкие обои. Как я уже говорила, мы использовали их в проекте под названием «Квартира с птицами», и в скором времени я буду снимать видео готового проекта. Здесь мы также использовали натуральный камень на полу при отделке стен, здесь панели будут курашены из МТФ, и здесь за ванной находится отделка из обоев влагостойких, которые не портятся даже при прямом попадании влаги. Ну а что касается этой ванны, на самом деле тут ещё есть вариант, при котором мы сделали одну только раковину, вот на экране я вывожу этот кадр, но клиентка всё-таки, потому что она лучше помещалась, но клиентка настояла на том, чтобы было всё-таки две раковины, поэтому мы, естественно, по требованию заказчиков несли необходимые изменения. Надеюсь, друзья, вам понравился интерьер в квартире ЖК «Русский дом». Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы. Не забывайте про Инстаграм, потому что вы можете увидеть там те картинки, которые никогда не попадут на видео и на наш сайт. Ну а так традиционно обязательно подписывайтесь на наш канал, и чтобы не пропустить новые видео, обязательно нажмите на колокольчик, вам будут приходить оповещения. Ну а на сегодня всем пока!